В начале был чеснок. Любовь не пивода, одна из победителей конкурсного отбора программы «Агростартап», доказала отборочной комиссии серьезность намерений и получила без малого 2 миллиона рублей на выращивание ягоды. За счет гранта из собственных средств она приобрела 2000 черенков. Они к нам прилетели череночками на самолете сюда. Мы их высадили, перед этим выстояв в корневине, чтобы укоренились немножечко, они набрали силу. Высадили около дома, потому что нужен был полив, нужен был стабильный, постоянный за ними уход. Мы все лето их перепалывали, рыхлили, поливали. Мы – это все семейство не пивода, которое, как фермерское хозяйство, начиналось таки с чеснока. Почему такой крен в сторону ягод? Оказывается, смородина – это мечта главы семьи Михаила Петровича. После интенсивного ухода 2000 сибирских черенков превратились в кустики. В этом году их высадят в поле площадью полтора гектара. 317 уже на месте. Подготовили 765 посадочных мест. Вносим туда поигной, золу. Пока сажаем, так сказать, по-деревенски, по-настоящему. Выдерживаем все расстояния. Примежутки делаем под нашу технику, которая у нас сейчас есть в наличии. Руководитель департамента сельского хозяйства не просто лично посмотрел на смородиновое поле. Денис Черкесов вместе с начинающим фермером посадил несколько кустов смородины. Он, кстати, отмечает интерес агрария в плодовым культурам растет. У нас на начало года было 24 гектара под плодовыми культурами. Это, в первую очередь, жимолость, клубника, малина. И сейчас активно увеличиваются площади под смородиной. В этом году мы практически вдвое увеличим площади под плодовыми культурами до 48 гектар. Процесс освоения смородины весьма трудоемкий. С полутора гектаров, которые для начала планируют заполнить смородиновыми кустами, планируют собрать около 6 тонн ягод. Впрочем, это будет не сразу, а года через три. А пока садоводы действуют по принципу проб и ошибок. Изучают научные разработки, общаются со специалистами. Михаил Непиевода вспоминает, что и чеснок не сразу освоили. Проблемы были. На грядке одно поле другое. Ну, я подумал, это же не бананы, не апельсины. Наши предки выращивают чеснок всю жизнь, правильно? Почему бы нам его не заняться? И занялись. Сегодня чеснок поставляют в мясные цеха, фирмам на семена, продают и на ярмахах в том числе. В области даже существует чесночная гильдия, объединяющая специалистов по производству чеснока. Сам же чесночный король, как прозвали Михаила Непиеводу журналисты, мечтает наладить глубокую переработку. Первый этап уже освоен. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Субтитры создавал DimaTorzok